Добрый вечер! У нас в гостях Родинский. Добрый вечер! Мне кажется, совершенно вам никто не нужен. Можно сказать, вот камера говорит, что хотите, это будет интересно. Но все-таки у нас есть повод. Обязанность. Повод такой, мне кажется, для меня все очень радостный. Начались репетиции, спектакли по пьесе Дота Родинского. Палач в театре, мы стояли, Павел Холмский начал репетиции. Это означает возвращение в театр, правильно? Да, это означает возвращение в театр. Все. А я, правда, с изумлением где-то прочел, что это пьеса о французской революции. Вы понимаете, о французской революции надо, наверное, писать доклады, научные работы. Но это не пьеса. Это пьеса о театре. Там как бы сюжет режиссер, ну, там называется М, ну, можно подставить Мерхольд, который сидит в этой пустой комнате, где перестал звонить телефон. У него закончился театр, но он не может не ставить. И поэтому он начинает, зная, что воображение реальнее реальности, он начинает придумывать пьесу. Дело в том, что он мечтал всегда о сцене, которая может рвануться, уничтожив как бы подмозги. Она может выехать, проехать по зрительному залу и выехать на сцену. И он понимает, что это и есть телега палача Самсона, который везет на гильотину. Потому что ближе к этой теме сейчас... А он там же все время всем голову рубили, он всех возил. Всех возил. И в этой телеге палача Самсона, он не просто всех возил, там поместилась вся французская революция. Вначале ехали аристократы, король и королева поехали, потом поехали деятели революции, потом они начали перебивать друг друга, и в конце поехал тот, кто остался, Робеспьер с группой. Таким образом, в этой грязной телеге умещается вся французская революция. Но это как бы образ. А главное, он ставит эту пьесу о палаче, потому что это пьеса о революции. А революция – ничего театральной революции. Вы посудите сами. Люди начинают играть новые роли. Там, ну, предположим, вчерашний журналист становится вдруг главнокомандующим всех сил Республики Троцким. Или спокойно тоже пишущий другой журналист – председатель Совета Министров. Человек без определенных занятий становится народным комиссаром национальностей. А прапорщик жалкий, он не просто сначала что-то главнокомандующего играет, а потом сыграет и в прокурора. Тот, кто вообще к банку не приближался, становится финансистом. Тоже во французскую революцию. Все играют. Ну, кроме того, здесь еще одна прелестная вещь – революция безумно музыкальна. Они поют. Вся французская революция – это огромный мюзикл. Они все время поют «Сайра», «Сайра» – это пойдет аристократов на фонарь и веселятся. При этом это же невиданное зрелище. Все, что вы рассказываете, очень страшно, на самом деле. Ну, вы понимаете. Потому что это же все убивает людей. Вот это все, что вы рассказываете, оно все убивает людей. Кроме одной особенности – они действительно убивают. Но дело в том, что они не понимают. Они сбросили короля для того, чтобы сделать что? Основать новое царство. И они понимают, что это царство палача. Дело в том, что палач, с которым боялись здороваться, от которого бежали женщины, у которой был самый презренный, он жил отдельно, он становится самым уважаемым. Давид пишет, придумывает ему одежду. И счастливец во французской революции говорит ему, когда у палача много работы, дело революции идет хорошо. И он поедет на гильотину. И это все есть в этой пьесе? Там не просто это есть. Там же, понимаете, часть первая – это галантный век. Это карета, которая стоит на сцене. А потом ее вверх поднимается, и оказывается, что это всего лишь телега палача. И там, но от вот этой очаровательного мира Бомарше вместе с веселым Фигаро, который всех погонит во французскую революцию, они плавно переходят к изобретению гильотины. Там считается, что это глупость, что гильотину изобрел гильотен. Нет, это он дал просто свое имя. Там совершенно была его прелестная речь. Он обратился к национальному собранию и сказал, что нет ничего гуманней этого изобретения. Вы поймите, достаточно дернуть, и это падает. Теперь палачом радостно сказал, у нас может стать любой. А второе, что еще важнее, он говорит, вы понимаете, приговоренный, он лежит на доске, как бы он отдыхает последние минуты. При этом он лежит на животе, потому что это не просто поза отдыха, а если хотите, это поза любви. И все депутаты хохочут. И он говорит, и когда это лезвие падет? Она вам, это как ветерок. Она отрубит вам голову, вы даже не почувствуете. Они хохочут. 90% тех, кто хохочет, отправятся на гильотину. Более того, в первой части этот палач под маской, потому что его боятся женщины, у него бесконечные любовные приключения под маской. А потом он с ними, со всеми встречается на Ишафоте. А нам сегодня, нам, вот, жителям России, Москвы, 21 века, это интересно смотреть только с познавательной точки зрения? Это пьеса, я вам сказал, это пьеса о театре. Это такое огромное театральное действие. А вторую часть вашего вопроса, почему в стране, в которой было то же самое, один к одному, где были те же якобинцы, которые придумали создать царство будущего, почему ей интересно до сих пор смотреть пьесу о французской революции, которая все до сих пор не вышла из этой шинели ненависти? Потому что всякая революция – это изменение человеческое. Понимаете, люди становятся другими. Они не просто надевают другие одежды, не просто придумывают другие профессии, они другие. Я очень люблю этот пример, когда Лев Николаевич Толстой получает вот письмо в начале 20 века, письмо от человека, у которого огромная нравственная проблема. Он спрашивает, может ли он жениться на женщине, у которой муж находится в ссылке. А они любят друг друга. Может ли он? Это Юровский, который пройдет с небольшим сколько-то лет, он спокойно убьет царя, ладно, девочек, мальчика, который будет ползать. А почему? Юровский писал письмо царю? Письмо Толстому? Да, оно опубликовано в моей книжке. Читайте внимательно. Послушаем звонок. Слушаю вас, добрый вечер. Здравствуйте, господин Максимов. Здравствуйте, господин Родзинский. Эдвард Станиславович, такой вопрос. Вы помните тот момент, когда впервые проявился ваш дар оратора? В школе на последней парте он постоянно проявлялся, и учительница говорила, она замечательно говорила, ты опять говоришь? Я говорю, нет, я не говорю. Она говорит, ты говоришь. Я говорю, ну я сейчас не говорил. Она говорит, ну хотел говорить. Вы знаете, это очень смешно, когда я действительно, ну и когда меня в школе, там в девятом классе, мне было 9 лет, во втором классе спросили, кем я буду, я в это время читал речь о Цицероне, я сказал оратору. И она замечательно сказала, такой профессии у нас нет. И она была права, потому что у нас нет до сих пор. Профессии нет, и ораторы есть. Это так. Вы, мы сейчас говорили о том, что вы вернулись в театр, я так понимаю, вы об этом говорили до эфира, что вы ходили в театр просто как зритель. Да, очень. Каковы ваши ощущения? Ну, хорошие. Вы знаете, замечательные. Веселье, зритель, равнодушный, безволно буду я вздыхать, я было бы вспоминать, этого не было. Этого не было. Я приходил. Это было так любопытно. Я не буду называть вам театр. Помню, в одном посмотрел, ну так скажем, «Мертвые души». И понял, что хорошо, что смотрел не один, потому что если смотрел со мной «Гоголь», он жёг бы не только вторую часть, но первую тоже. Потом прелестная спектакль «Гроза», где много девушек, пугая меня, бегали по каким-то конструкциям. Я страшно боялся, что они упадут. Всё кончилось благополучно. Где была Катерина, это было неважно, но это было очень любопытно, очень интересно. Потом много катались на коньках. Например, в «Тартюфе» в одном тоже из театров катались на коньках. Там было немножко сложнее. Я всё время хотел понять, где «Тартюф» и кто. Это не имело никакого значения, но загадка была. Я никак не мог понять, почему Мольер жутко похож на смеха панорама. Вот просто теми же словами. Я думал, он всегда был, но не был пошел. Оказалось, это переложение. Это не Мольер. Это почему-то другой. Потом были много загадок. Вот я, например, смотрел, ну, так скажем, условно, другого, скажем. Ну, назовём его Лопе де Вейда. Он любил без гальдони. Они баловались стихами. Почему-то здесь всё было переложено в дурную прозу. Почему-то все говорили, вы представляете, есть ли стихи перекладывать в прозу. Это должен был быть, наверное, он, но перекладывали сами. Потом, и вот такая интересная вещь. Это хорошо, что там всё пытаются осовременить. Это прелестно. Ну, вот, ну, неважно там, ну, что, ну, ну, ревизор. Ну, можно. Можно и ходить в современные одежды. Ну, знаете, здесь есть беда такая маленькая. Они должны тогда играть современные характеры. Понимаете? Значит, это должен быть наш городничий. Я должен быть его узнавать. Потому что он не может просто ходить в пальто нашего городничия. Он должен что-то делать, и это должен показать режиссёр. Вы понимаете? Я смотрю последнюю, условно, жертву. Понимаете? Как бы тоже намекают, что там деньги – это современность. Но идёт главная сцена. Там Флор Федулыч и Юлия Павловна. И идёт эта реплика, которую я слышать не могу, потому что она звучит всю жизнь из малого театра. «Этот поцелуй, Юлия Павловна, дорогого стоит!» И вот артист, который может играть всё от кота Матроскина, и он вдруг с этими же интонациями, от которых я готов бежать, это говорит. А знаете почему? Потому что не понимают, что играют сейчас. А мне понравилась такая. А, понимаете, современный Флор Федулыч и современная Юлия Павловна делают по-другому. Она делает вид, что ничего не происходит. А он делает вид, что он целомудренно к ней относится. Вы сейчас так попросту, поп, ну, вы с присущей вам интеллигентностью и иронии рассказали, что вам вообще всё не очень понравилось. Очень. Очень. Вот вы только... Я хочу, чтобы... Знаете, вот любимая большевистская фраза не передёргивает. Не передёргивает. Понимаете, я не собираюсь быть первым, кто закричит, что король голый. Пусть кто-то делает другой. Мне это нравится. Понимаете, это забавно. Я прихожу, другое дело, что это не действует. И люди, выходя из театра, всё это витально забывают. Понимаете? Ну, такая лёгкий гламур, так назовём, в жизни, он не помешает. Вы вышли, посмотрели, вышли спокойно. Девушки не упали с этой страшной декорацией. Напомнили, вспомнили, думали, на что это похоже. А потом вспомнили Ильфа и Петрова. Помните там описание театра? Жутко похоже. И вы счастливы, потому что вы понимаете, что это вечная молодость здесь. Люди вернулись в 20-е годы. Они изобретают велосипед. Вот скажите, вы драматур, которого ставил Эфрос. Я думаю, что Дунаев, ныне, к сожалению, почти забыт режиссёр, вот Лунин, я думаю, что это лучший его спектакль по вашей пьесе. Вот такие люди, вот такой был театр, вот вы оттуда просто. И вы вот про всё это так спокойно говорите про то, что сейчас происходит. поверьте, надо жить не так. Не надо жить, что вас ставил Эфрос, там, встаноков, там, инная верилица этих замечательных режиссёров, даже с трейлер. Не надо. Надо жить. Вы проснулись сегодня, встали, у вас билет в театр, вы пришли. Прошлого нет? Оно есть, есть, но оно не должно вам мешать. Новые времена, новые песни, вы понимаете, они изобретают велосипед и нескоро начнут на нём ездить. И к этому надо относиться спокойно. К этому надо ирония и сострадание, мой дорогой друг. Они такие, как есть. Это много режиссёров с одной фамилией. Я не буду называть. Очень талантливого, самого талантливого из них. Но это всё одна и та же режиссура, она смешная. И вы должны, ну, забавляться. Вы знаете, столько лет им не давали забавляться. Ну, пусть позабавляются. Но здесь есть ещё одна беда, на самом деле. Они не знают, зачем. Понимаете, вот ставят, условно говоря, фигаро. Там много любопытного, очень смешно. Там борются с каким-то матрасом, который кладут на постель. Очень всё смешно. Но вот наступает главный монолог, а его произнести артист не может. Он не знает, зачем. Понимаете, вот эта чудовищная мысль, что нужен был щитовод, а на эту должность позвали артиста. Она не доходит, им всё равно. Понимаете, для того, чтобы был Эфрос, вы меня о нём спрашиваете, он был болен. Он был болен ужасом перед насилием. Понимаете, он Ромео и Джульетта, вы помните, там Броневой вот так показывал ей в лицо, потому что он всё время хотел подавить, играя отца, неважно. Понимаете, старшее поколение, которое хочет подавить. Когда он рассказывал про Вампилова, там уйти на охоту, он говорит, у него были в глазах ужас и слёзы. Он говорит, и он его бьёт, потому что он физически чувствовал боль и удар. Театр, для того, чтобы они вышли из театра, и с ними что-то произошло, чтобы они стали не теми, кто туда вошёл, он, который ставит пьесу, должен думать не о конструкции, а зачем он это делает. А ему всё равно. Он бегает, несчастный, между театром, театров, и ему самое главное, собрать людей на репетицию, потому что эти несчастные артисты улетают всё время на очередной телесериал. Понимаете, их надо, их трудно просто брать вместе. Это, повторяю, новое время. Я извиняюсь перед человеком, который на вас звонит, я пока не буду давать ваш звонок, потому что я обязательно хочу вас просить, успеть, у нас ещё пока есть какое-то время, про роман, потому что возникает ощущение, что вы ушли, может возникнуть, что вы совсем ушли в театр, на самом деле, на самом деле это не так. Нет. Я, правда, последняя жертва культа личности. Я не могу уйти от него. Я пишу, это огромный роман, и мы, можно сказать, о Сталине, обо всей, обо всей этой потонувшей Атлантиде, фантастической, невероятной. Вы знаете, я думал, что я, ну, я знал сюжет, и у меня был безумно интересный дневник, может быть, единственного человека, который знал, что произошло со Сталином в ту ночь, которая была для него последней, и я думал, что я сделаю как бы локально это, но это так невозможно, понимаете, невозможно, мне нужно было вместе с этими несчастными, вовлеченными в эту историю людьми, понять, как все это произошло. Вы понимаете, ведь поэтому, как вы догадываетесь, тема французской революции, она не случайна, она шла параллельно. И это вериги, это ужас, это болезнь, и поэтому я бегу в этот несерьезный театр смотреть, как они бегают по этим конструкциям. Понимаете, это мое спасение отсюда, из этой страшной, жуткой книги, жуткой, но я обязан ее закончить. А вы ее напишите? Вот она на каком этапе? Она закончена, но я ее уже четвертый раз, ну понимаете, 900 страниц прозы, это же ужас, я должен, это каторга, то есть вы не можете, вы начинаете читать, для того, чтобы почитать последний раз, и вы понимаете, что вы начинаете сначала, понимаете, вы начинаете снова плести, дело не в изыске, понимаете, это как бы там прием позволяет, дело в том, вот как они все менялись, вот то, что я вам рассказал про Юровского, они же все другие были, вот наступает 17-й год, в него вступают одни люди, и наступают они родом из гражданской войны, это совершенно другое, вчерашний хлебопашец будет сидеть за столом, справа будет отрезанная голова, и слева отрезанная голова, понимаете, и он сфотографируется, называется атаман, поэтому это особое царство крови, из которого вы не можете убежать, потому что это ваша миссия, вы обязаны ее выполнить, понимаете, я написал книгу о Сталине до этого, огромную книгу, где я занимался только одним, я старался с ним встретиться, понимаете, он для меня абсолютно живой, совершенный человек, я знаю даже, как пахнет от его этого кителя, который он не снимает все время, понимаете, когда он сидит в этом, в жаре, в Москве, когда все уехали на воды, там, Зиновьев, Бухарин, пишут ему веселые письма оттуда, понимаете, я его знаю, его замечательно описал мне когда-то Габрилович, я забыл, а потом вспомнил, и изумительное, вот я получил письмо от Маркеса, он там читал книжку, и он пишет о Сталине, он пишет, у него, не даром он пишет, это так важно, у него были короткие, толстые пальцы, и когда он брал книги, от них оставались следы, они были жирные, от пота, который все время был, и он его невероятно плотски ощущает, и я его тоже ощущаю, вы понимаете, мы с ним вместе, и я должен довести... Это же какой-то ужасный груз. Это обязанность, раз я ее не выбирал, я с ней столкнулся, понимаете, он, ну, все, я это закончу, все равно закончу. Состоится очень мало времени, поэтому, если можно, коротко вопрос, вы давно очень ждете всю передачу, слушаем вас. Да, значит, вопрос такой, вот вы все время в своих работах утверждаете нам, что история повторяется, повторяются сюжеты, повторяются персонажи, а верите ли вы сами в переселение душ и в реинкарнацию? Вы знаете, это излишне, оно настолько повторяется, что считайте, что реинкарнация есть, понимаете, люди, ну, не важно, ну, если я вам возьму, там, Сенеку, который описывает, там, непотребство на курорте в Баях, где он кричит, что невозможно спать, с озера раздается, эти похабные крики, мужчины, визги, женщин, недолго, носят наши пенелопы поясоверности на курорте в Баях. А рядом Авидий, узнали эту картинку, да, рядом Авидий, который пишет, предкурор, другой всякий, готов обсудить здесь любую красотку, чтобы сказать под конец, я ведь и с ней ночевал. Вы видите, все это невероятно узнаваемо, люди менялись, они действительно передевались. Вот от этого, ну, так жутковато. Нет. Дело в том, что наоборот, на этом построена мировая литература, вы же не, мы иначе бы не смогли читать, что такое литература. Это английское письмо, на котором такая есть формула, мистеру такого-то, такому-то, и всех, кого это касается. Вот всех, кого это касается, это длинное, и чем у вас длиннее эта линейка, тем забавнее произведение. Поэтому для того, чтобы вы читали, там, какого-нибудь Текерея, нужно, чтобы ничего не менялось. Вы читаете Растиньяка, и вы совершенно все понимаете. Вы понимаете? Дело в том, что люди менялись в времена, но не менялись в пороки. И поэтому стрела христианства, она так далеко улетела от человечества. Понимаете? И мы, поэтому языческие наклонности Древнего Рима нам невероятно близки. Именно поэтому, как вы помните, совсем недавно большевистский цензор запрещали пьесу о Древнем Риме, потому что это было одно и то же. Они находили все те же фигуры. Это и про Зорина говорите, да? Про Зорина, вот, автонога. Про все, да. Ну, я сидел там с Сократом несчастным, здесь был не про Рим, а про Грецию. Это было так трогательно. Они тоже никак, они почему-то, ну, я все пытался объяснить, что, ну, не про них это. Философов всегда с ними плохо поступали. Там, откройте святую книгу «Горе Иерусалима, Иерусалима, сбивающая своих пророков и камнями побивающий посладок тебе». Поэтому, ну, это всегда. Поэтому, родная, какая реинкарнация? Мы с ними, мы те же, мы вместе. К сожалению, истекло наше время. Мне остается вам сказать огромное спасибо. Я хочу сказать нашим зрителям, вот я хочу сказать это в конце, что вот вы для меня, вот я вас сейчас, наверное, смущу или нет, вот абсолютное проявление гения. Вот если сказать, вот абсолютное проявление гения, это Родзинский. Вот вы можете со мной соглашаться. Я совершенно серьезно говорю, вот абсолютно. Спасибо вам большое. Мы будем ждать я, например, с особым терпением буду ждать романа, вот этого, про который вы так говорили, и премьеры в Театре Моссовета. И на этом я ведущий Андрей Максимович с вами прощаю. Всего доброго, до свидания. Спасибо.